как в реальном режиме это все дело то есть вот у вас есть какие-то исходные сигналы нам надо их как-то что-то с ними сделать давайте закроем запись принципе нас она уже не интересует ну есть различные программы начиная самая простая программа как я уже показывал осциллограф она запускается из вкладки отображения называется на канальный осциллограф здесь мы видим в режиме онлайн данные которые бегут можем их посмотреть можем их остановить сохранить куда-нибудь формате текстовым ты можем картинку скопировать и так далее вот можем интервал разный задать они на здесь xyz все видны тогда это чистое отображение чтобы измерить у нас есть вольтметр постоянного тока опять же он у нас ну если мы запустим их несколько каждый настроен на свой канал и на z этот на y а этот на x на настроены они нам показывают постоянное значение есть вольтметры переменного тока они нам показывают и ну по иксу перемен на типа и переменное значение сигналов я по игреку игрек это у нас вот так видите растет по игреку переменная это то что переменка постоянно это то что понятно дальше но опять же эти числа мы видим вот увидели число и все и больше мы его нигде не видим соответственно нам как правило хочется это дело все визуализировать в каком-то этого есть еще программа называется многоканальный самописец на канальном самописец мы можем выбирать интервал отображения за сколько усреднять данный сигнал и добавляем количество измеряемых параметров если мы хотим измерять переменку то бишь удары какие-то и так далее мы выбираем вот например выбрали ось x и измерения из козы ну из козы это из козы нас интересует либо амплитудовая либо пиковая давайте пиковая на мы добавляем еще нажимаем применить и вот у нас пошли пошли сигналы за секунду он выдает нам пиковое значение вот я ударил да он сразу его измерил нам сюда показал причем по всем трем осям но поскольку я удар сделал такой если он будет по какой-то одной из оси он будет это самое вот это уже в каком-то длительном таком варианте да вот вы запустили и смотрите опять же это мы сейчас говорим про режим онлайн все то что я говорю про режим онлайн он также актуален для режима когда мы будем воспроизводить просто для воспроизведения у нас сигналы будут браться не из прибора а из компьютера а